Существует байка о том, что Владимир Ленин как-то сказал «Кино — это самое важное из искусств». По аналогии с ней есть и другая легенда. Когда Сергей Эйзенштейн заявил «Мультипликация — самое сумасшедшее из искусств». Были произнесены те слова или это вымысел киношников — неважно. Но в этом заявлении скрывается истина. Анимация для 20 века действительно та форма, в которой можно было бы платить самые смелые фантазии о полете на другие планеты, об очаровательных пиратах или медведе, который с помощью воздушного шарика решил обмануть пчел, притворившись тучкой. Мультфильм мог оживить любой кусок пластилина в пенале «Пионера» или примитивный рисунок карандашом на полях тетрадки. Как вы догадываетесь, я говорю о советской анимации, о тех мультфильмах, которые вспоминает не одно поколение, когда в воздухе повисает слово «детство». Можно как угодно относиться к тому периоду, но воспоминаний, эмоций и восторга детей у экранов телевизора — это никак не отменит. Какой путь преодолела советская мультипликация, чтобы стать народно любимой? И в какие конфликты она вступала с реальностью? Почему мультфильмы интересны как взрослым, так и детям? Как Микки Маус смог пробраться за железный занавес, чтобы навести тут шороху? Об этом и не только мы поговорим с вами в сегодняшнем эссе. Поэтому заваривайте себе крепкого чаю. Это «Черный кабинет» и добро пожаловать! «Черный кабинет» и добро пожаловать! Дореволюционный период не советский, но я должен рассказать и о нем. Советская анимация не выстрелила сразу же после октября 1917-го. В стране уже были художники, мультипликаторы, которые подготавливали почву. И надо сказать еще как подготовили. Те фамилии и работы, о которых пойдет речь, были впереди планеты всей. И будет несправедливо умолчать о них, потому что история в буквальном смысле и так слишком долго прятала эти имена. В первую очередь это касается Александра Ширяева. Он создавал мультфильмы примерно в 905-906-х годах. А узнали о нем только спустя 90 лет в 95-м. Когда личный архив передали в руки знающим людям. Как и само открытие, к анимации Ширяев тоже пришел случайно. Он был танцовщиком и балетмейстером. Из командировки в Англию он привез небольшую кинокамеру для любительских съемок «Биокам». Молодое искусство кино настолько его заворожило, что он обратился в директиву императорских театров, чтобы те разрешили ему снимать постановки. Но чиновники не только не разрешили, но и строго запретили. Тогда Ширяев оборудовал у себя небольшой съемочный павильон, сделал куклы, настроил освещение и начал снимать мультфильмы в смешанной технике. Как таковой цели создавать новое искусство анимации он перед собой не ставил. Ширяев хотел отработать на куклах потенциальные театральные постановки. Для небольшого фильма на 5-8 минут требовалось несколько тысяч раскадровок, чтобы покадрово создать фильм с несколькими тысячами кадров. Но вы можете сказать, кукольная анимация элементарна. Меняй позы, делай кадры, монтируй. Что ж тут удивительного? Сейчас объясню. К началу века мультфильмов в мире было столько, что можно перечислить по пальцам одной руки. Если вы погуглите, то найдете очень раннего, нищего Пьеро. Сделал он впечатляюще, но это не классическая анимация. Он был создан с помощью оптического прибора проксиноскопа. Когда ленты с изображением закреплялись на стенках барабана и отражались в зеркале, а вращение создавало эффект движения. Самый ранний классический мультфильм – «Цирк лилипутов». Однако он не сохранился, что и как там было неизвестно. А очаровательный рисунок или комические фразы смешных лиц представляли собой простой контурный рисунок. Ширяев с балеринами в этом плане жил, если не в следующем тысячелетии, то на несколько десятков лет впереди. В его мультфильмах есть глубина, проработанная мизансцены, пластика, о которой никто и мечтать тогда не мог. Это было как настоящее кино, но только с куклами. Другим талантом, от которого приходил восторг сам Уолт Дисней, был Владислав Старевич. Говорят, что Пушкин создал современный русский язык. Лермонтов сделал его мейнстримом. У Ширяева и Старевича примерно так же вышло. Старевич – пионер коммерческого анимационного кино. Именно с него обычно начинали рассказ, пока фильмы Ширяева не были найдены. Как и балетмейстер Ширяев, Старевич стал аниматором вопреки. Он был биологом, но удачно познакомился с предпринимателем и по совместительству меценатом Александром Ханджонковым, который подтолкнул его снимать кино и дал подержанную камеру. Вообще Старевич планировал снять образовательный фильм, как жуки-рогачи дерутся за самку. Но те не разыгрывали роли и становились пассивными из-за яркого света. Тогда Старевич начал использовать чучело. И тут понеслось. Образовательным фильмом все не закончилось. Аниматор начал снимать художественные истории, а затем они прокатились по всему миру. Эффект был настолько мощным, что зрители всерьез думали, что жуки натренированы. Хотя Старевич и не спешил убеждать их в обратном. Нужно сказать, что эксперименты были, но единичные случаи. С началом революции многие были вынуждены покинуть свои дома, а те, кто остался, но им было немного не до мультфильмов в годы Гражданской войны. Скорее, важнее, что тот же Старевич познакомил как зрителей, так и людей из кино с возможностями анимации. Но никакой индустрии как таковой тогда все еще не существовало. Ее индустрию пришлось создавать. Лишь только к середине 20-х начали появляться первые серьезные работы. Все искусство было левым, свежим, классным, модерновым, но работало на задачу большевиков. Как и в мире кино, первые мультфильмы были агитационными и, разумеется, предназначались для взрослых. Обычно о том, как плохо жилось при буржуазии и какой силой обладает народ. Их делали на основе бумажных кукол-марионеток, когда детали ног, рук, головы скреплены шарнирами. Как в Китае в огне или межпланетной революции. Вместе с тем, другой пионер, правда, документального кино, Дзы Гавертов, создавал карикатурные мультфильмы. Это быстро, понятно из-за легкости формы, а главное, могло подбивать других талантов, тоже начинать заниматься анимацией. И задача была выполнена. В зарождающуюся индустрию пришли сёстры Брумберг, Ольга Хадатаева, сценарист Владимир Сутуев и многие другие. Запомните эти имена, к ним мы позже ещё обязательно вернёмся. Вообще, 20-е – время относительной свободы в искусстве. Ещё не наступил сталинский соцреализм с одним понятным стилем, поэтому эксперименты ввалились как из рога изобилия. И не последнюю роль в этом сыграло открытие училища в Хутемас, в котором воспитывалось новое поколение художественно трудящихся. Те же сёстры Брумберг как раз окончили именно его и создавали мультфильмы в разных стилях. Вот в таком, или в более классическом. Но это будет позже, а пока было самое время для главного эксперимента. В 27-м молодой иллюстратор и выпускник всё того же заведения Иван Иванов Вано, это имя, если что не шутка, создал два мультфильма. Сенька-африканец и Каток. Стилистически что-то простенькое, но сюжеты в корне меняли всё. Они ориентировались на детей. Так советская анимация ненадолго отвернулась от взрослых. Похождение Мюнхгаузена, Майдадыр, Самоедный мальчик, Почта, Приключения Китайчат – всё это принадлежало рукам молодого поколения аниматоров. Михаилу Цехановскому, Ольге Ходотаевой, Марии Бандерской, сёстрам Брумберг. В мультфильмах сочетались разные техники. Марионетки, обычный рисунок, глина. Например, Николай Воинов придумал технику вариафон – бумажный звук. Звуковая дорожка вырезалась, накладывалась на плёнку, а позже кинооператор считывал этот звук. Или Новый Гулливер. В нём были совмещены игровое и анимационное кино, а сотни мелких кукол создавали тот же эффект восприятия, который сегодня зритель испытывает при просмотре Аватара или других блокбастеров. Это были не развлекательные мультфильмы, а поучительные. О дружбе народов, или как устроен быт, и в чём важность гигиены. Кстати, гораздо позже эти мультфильмы доработают. Почта станет цветной, а Майдадыр не только станет типично диснеевским в плане исполнения, но и обретёт голос и даже песни. К слову о Диснее. Он открыл новую эру даже в советской мультипликации. На самом деле мультики Дисней «Рядовой гражданин» или «Пионер» мог посмотреть ещё в 30-х в открытом прокате. Да-да, вопреки распространённому мифу, западное кино было доступно, а первые звёзды Голливуда 20-х, вроде Мэрик Пикфорд и Дугласа Фербенкса, даже приезжали повидаться с фанатами. Но, возвращаясь к Диснею, до 1934 года прокат был, но студия никогда не привозила работы с официальной презентацией. В историях о Микки Маусе поражало всё. Пластика, переключение кадров, движение персонажей, манера рисунка, характера и сценарий. Не то чтобы советские мультипликаторы были плохи, совсем нет. Почтой восхищались за границей, но её стиль был совершенно другой, авангардный. В 20-е и 30-е в стране было полно независимых художественных объединений, но после 1932-го остаются только официальные союзы писателей, художников, режиссёров и прочих. Члены союзов были закреплены за конкретными рабочими местами и больше не могли заниматься самодеятельностью. С анимацией всё немного затормозилось, только в 1936-м из старых многочисленных объединений формируется единый «Союз Дед Мультфильм», но позже его переименуют в знаменитый «Союз Мультфильм». Такой организации легче управлять, проще спускать заказы и выстраивать нужную, не только идеологическую, но и художественную линию. Смысл в том, что Дисней привёз не только классные мультфильмы, но и процесс их создания. Потому такой «Союз Мультипликаторов» идеально накладывался на поставленную задачу. Чтобы подготовиться к новому рубежу, будущего главу «Союз Мультфильма» Виктора Смирнова отправили в Америку перенимать ремесло, так сказать, с первых рук. В штате Мышиного Короля все обязанности были распределены между специалистами. Одни тонировали, другие делали заливки, третьи переводили на целлулоид и тому подобное. Это конвейер, всё как на заводе. Кто-то скажет, в этом нет души, может и так, но подобный процесс значительно ускорял производство, хотя одновременно из-за него страдала некая уникальность. То есть сверху спустили задачу ориентироваться на Дисней, поэтому уникальным техникам и экспериментам просто, к сожалению, не нашлось места. На их место же пришёл целлулоид. Взгляните на эти мультфильмы. Контуры и анатомия фигур стали чёткими, но изменилось нечто большее. Это уже не получительные мультфильмы, а развлекательные. В них используется ситуативная комедия или противостояние двух фигур, всё как у Дисней, плюс темп и музыка. Если убрать озвучку и плашку «Союзмультфильм», то вполне можно подумать, что это даже западная лента. Но в 30-е простой перенос изображений на целлулоид для Дисней уже не техника номер один. Их всё больше интересует ротоскопирование, перекладка движений реального актёра на целлулоид для создания более реалистичного, динамичного движения. Но пока технику они только развивали, чтобы в 50-е выстрелить с Золушкой и Алисой. По такому же сценарию техника ротоскопа начала внедряться в стране советов и выстрелила одновременно с Диснеем. Вспомним золотую антилопу и аленький цветочек. Советская анимация — это не только трое из Простоквашина, остров Сокровищ, следствие ведут Колобки. Это длинная история, в которой чуть ли не каждое десятилетие кардинально меняло предыдущее. Годы войны не стали исключением. Сложилась ситуация, когда аниматоры сперва занимались агит-мультфильмами, затем переключились на детские, но затем вновь были вынуждены снимать агитку. Как так? С 39 по 41 все еще выходила детская классика поколения наших бабушек и прабабушек, дедушек и так далее. Лим Попо, Муха Цикотуха, Бармалей. Но с началом войны Союзмультфильм вывезли в Самарканд. Часть аниматоров были отправлены на фронт, а те, что остались при работе, как я сказал, снимали агитационные мультфильмы. Например, в журнале «Полицатиры» номер 2 представлено несколько карикатурных скетчей, посвященных планам Гитлера и триумфальной победе над ним. Подводные лодки превращены в рыб, рядовые нацисты ведут унизительную войну, поджигают сено и перерезают провода, а несчастный фюрер зажат между солдатами-великанами Москвы и Лондона. Эра агит мультфильмов была недолгой, но яркой. Все проекты с говорящими названиями «Били, бьем, будем бить», «Стервятники», «Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины», над которым работал все тот же Иван Иванов Вана, сделавший советскую анимацию детской. Такие агитки сохраняли мультяшность, однако нельзя сказать, что предназначались детям. Но все-таки мультфильм, как никакая другая форма, предлагает место, которое может дать передышку от реальности. Ведь это своего рода утопия. Так что вскоре было принято решение вернуть советским детям их детство. Выходит сказка о царе Салтане, «Синбад – мореход», «Краденое солнце», «Лиса, заяц и петух». Мультфильмы все еще черно-белые, и их не так много. Все из-за того, что целлулоид был нужен в более прикладных целях, например, для создания пуговиц на форме солдат. Кстати, обратили ли вы внимание, что, не считая агитки, все истории неоригинальные? Еще с середины 30-х мультфильмы чаще основывались на истории в целом, мифах, легендах, литературе. Это объясняется очень просто. Много фильмов, мало времени на разработку. Больше остальных в экранизации преуспели басни и стихи Корнея Чуковского. И эту же традицию продолжили аниматоры и после окончания боевых действий. После войны страна-победитель не могла копировать западные работы. Весь мир рукоплескал триумфатором. Коммунизм стал снова популярен. Нужно было найти свой уникальный путь, в том числе и в анимации. Интересно, что индустрия стала прибежищем для вернувшихся с фронта солдат, которые не понимали, как себя реализовать. Всего в ряды Союзмульфильма было принято 70 фронтовиков. Среди них фамилии, которые позже будут связаны с советской золотой эпохой. Лев Атаманов принимал участие в создании котенка по имени Гав «Снежной королеве», «Аленьком цветочке». Роман Качанов работал над «Крокодилом Геной», «Тайной третьей планеты», Федор Хитрук над «Винни-Пухом», «Каникулами Бонифация», Анатолий Савченко, «Малыш и Карлсон», «Возвращение блудного попугая», «Витольд Бордзиловский», «Дед Мороз» и «Серый Волк». Однако, как я сказал, это будет немного позже. Пока что израненные, хромые фронтовики, без рук и с одним глазом создавали самую трогательную историю. Два жадных медвежонка или гадкий утенок, к слову, я так их описал, не для того, чтобы обидеть. Они сами подшучивали над собой, и это важно, представляя себя как банду пиратов и постоянно разыгрывали толпу. Борис Бутаков, который принимал участие в создании «Приключения Буратино» и «Маугли», любил шутить, что он такой странный из-за пули, которая застряла в его голове. Возвращаясь к особому новому стилю, что с ним? «Союзмультфильм» очень медленно, но начал отходить от Диснея, внедрять ротоскоп и доводить его до совершенства. «Песенка радости» Стислава Пащенко первой взяла награду на международном кинофестивале. Кстати, у мультфильма трагичная история создания. Работа началась во время войны в Ленинграде в секторе цветного кино студии Ленфильма. Но не закончив работу, Пащенко ушел на фронт. Вместо него никто не мог закончить картину. Художники были на передовой, либо погибли от голода во время блокады. Кроме этого, падающие бомбы уничтожили сектор цветного кино. Так что дорогостоящее оборудование и все наработки исчезли. Над фильмом вновь начали работать только в послевоенные годы. Песенка радости идеально вписывалась в настроение эпохи. Она про победу добра над злом и весны над зимой. «Конек-горбунок», «Аленький цветочек», «Лиса» и «Дрозд» уже новые цветные мультфильмы, которые тоже пригляделись за границей. И Уолт Дисней снова пришел в восторг, отметив конька. Флер диснеевщины начал спадать. Ротоскоп вышел на новый уровень. Было разработано оборудование, которое позволяло играть с камерой, блюрить изображения. Например, для непослушного котенка придумали особую технику пушистости. Без того, милый пушистый начал выглядеть еще милее. Новые красочные истории покоряли зрителя. «Снежная королева» так вообще увезла домой награды из Кан, Лондона, Венеции и Рима. А Хаяо Миядзаки признался, что его путь к анимации начался, когда он впервые увидел именно этот мультфильм. На поле классической анимации «Союз» себя реализовал. Но задача поиска чего-то уникального еще не была завершена. Постановщики вернулись к старым добрым экспериментам «Глина», «Куклы», «Трафарет». Так они смогли не только продлить Ренессанс, но и вывести его на совершенно новый уровень. С наступлением хрущевской отепели в 60-х изменилось все. Расширились границы допустимой свободы слова. Советский художник в широком смысле уже не только мог, но и должен был критиковать отдельные существующие недостатки. Но это не означает, что все пустилось в разнос. За мультфильмами все еще сохранялась воспитательная задача. Да и в целом 60-е были последним периодом веры в построение коммунизма. И эту веру нужно было нести не только детям, но и взрослым. Анимация снова повернулась к ним лицом. Такие мультфильмы были стилистически упрощены и отсылали к традициям модернизма без проработки деталей, только узнаваемые формы. Вот в комнате тихого бухгалтера из фильма Федора Хитрука «История одного преступления» находится лаконичная кровать, тумбочка и будильник. При этом в телевизоре видеофрагмент. Это странно. Тогда почему так вышло? Взрослая анимация апеллировала к сатире. Сатира? Критика? В Союзе? Да, на это была причина. На 22-м съезде КПСС в 61-м была принята третья программа партии «Моральный кодекс строителя коммунизма». Искусству отводилась определенная роль мобилизовать людей на строительство этого самого коммунизма. Сатира – инструмент, который поможет обнаружить существующие недостатки. Например, жил-был Козявин. Высмеивает бюрократизм. Кто такой бюрократ? Душнило, человек без гибкости, упрямый, вечно всем недовольный. По сюжету Козявину поручают найти одного из рабочих. Он огибает всю планету в указанном ему направлении и возвращается в кабинет с невыполненной задачей. А рисунок с механическими движениями, угловатостью и резкостью как раз подчеркивает внутреннюю пустоту Козявина как типичного бюрократа. Если критика бюрократизма интересна, то по мотивам пьесы Маяковского в 62-м поставили кукольную баню. Еще одной популярной темой было бытовое хамство. Об этом как раз фильм Хитрука «История одного преступления». Скромного служащего, мамочника, соседи довели до самоубийства. Советские городские жители, которые ютились по коммуналкам, легко могли считать в мультфильме антропологию своей собственной жизни и вынести урок о заботе о других. Не стоит забывать, что уровень благосостояния медленно, но начинал расти. Голодные военные и послевоенные годы были позади. Студенты могли поесть в кафетерии и вечером сходить туда же на свидание. Тема сферы обслуживания начала болеть. В одной столовой официантка грубит гостю, который не может разрезать бифштекс. Не нравится вали. Критика заключалась не в бифштексе, а в героине-хабалке с синдромом вахтера и бумажной короной на голове. С чем еще ассоциируется Хрущев? Ну, конечно же, с кукурузой. Непонятно, от какой именно инстанции исходил заказ от Министерства культуры, сельского хозяйства или непосредственно от ЦК КПСС, но постановщику Ну погоди, Вячеславу Котеночкину поручили рассказать о том, какая же кукуруза желтая, полезная и вкусная. На Союзмультфильме все было воспринято крайне серьезно. Между главным директором студии Куликовым и уже известным вам Ивановым Вана развернулся жаркий спор. Первый настаивал на отработке задачи в сценарии на все сто. Я теперь скажу без лести, ты большой удостоен чести, но поверь сказать не грех, кукуруза лучше всех. А Иванов Вана возражал. Почему кукуруза лучше всех? Можно было сказать, что кукуруза выгоднее, продуктивнее, но что кормовая культура, то есть лучше всех для скота, но обобщать, что кукуруза лучше всех это искажение. Для Иванова Вана было странно, что поезд изобилия будет напичкан исключительно кукурузой, потому что получится сатира, а не агитка. Серьезный мультфильм по итогу так и не сняли. Лишь небольшую короткометражку с песнями и сорняками-гопниками. Дело в том, что новости о сельском хозяйстве люди предпочитали получать из газет или радио, а в кинематографе они видели развлечения, так что откровенная агитка, да еще и в форме мультфильма про кукурузу попросту бы не сработала. Из 202 картин, снятых в период с 56 по 64, 49 были сатирой. Это правда немало. Я уже обмолвился, что привлекательность коммунизма строилась и для детей. Их направление было относительно свежим. Почему относительно? Это были мультфильмы о революции и гражданской войне. Тема уже затрагивалась в 20-е, но то было для молодых революционеров, а теперь нужно было учесть опыт и рассказать историю через героику пионерам. Мультфильм способен совместить историю и сказку, создавая привлекательный романтизированный образ. Начались поиски этого нового художественного образа. Сейчас расскажу занятную, но показательную историю. Был такой фильм «Наше солнце», посвященный 40-летию Октябрьской революции. Его планировали сделать как агитплакат. Это такая отсылка на эпоху 20-х, когда плакат использовал яркие формы, узнаваемые символы и решал ключевую роль в пропаганде. Но с таким стилем было несколько проблем. Первое. Плакат всегда что-то утверждает, а в утверждении победы большевиков никакой необходимости не было. Во-вторых, дети, которые смотрели последние 30 лет мультики в стиле Диснея, просто не могли воспринимать более упрощенную рисовку. Ну и последнее, плакат создавался для мало и вовсе неграмотных крестьян, потому что искусство было отчасти примитивным, но резким, как удар. А в реалиях конца 50-х каждый человек хотя бы окончил 7 классов. И в упрощении уже не было никакой необходимости. В итоге фильм все равно сняли в стиле плаката, потому что такая форма создавала ассоциацию, идеально пропагандировала идеи. Кстати, фильм не сохранился. И для монтажа использовались кадры из сказки о мальчишеке-бальчишей и 25-й о первый день. Это тоже ленты эпохи о событиях 20-х годов. Все это серьезные взрослые темы. В конце концов, если спросить наших родителей, какие мультфильмы они смотрели в детстве, то ответами скорее всего будут «Жил-был пес», «Вовка в тридевятом царстве», «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и, конечно же, «Ну погоди». Это вообще самый продолжительный проект «Союзмультфильма». Все эти старые добрые мультики стали неотъемлемой частью концепта детства. И, вероятно, именно о них вы ожидали услышать, когда открыли это эссе. Так что не буду больше тянуть, давайте перейдем к ним. Посмотрите на этот мультфильм. И на этот. Их разделяет пара лет, а пропасть в виде картинки, сюжета и даже того, где они транслировались огромно. Мультипликаторы уже могли не только в ротоскоп, но и во что угодно. Этому способствовало несколько факторов. Сперва экспериментальное влияние анимации, да и кино в целом, восточной Европы, Польши, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Югославии. Там было чуточку больше свободы. Не только пропаганда, но и обращение к экзистенциальным вопросам. Для таких тем привычный реализм уже совсем не подходил. Особенно советским постановщикам полюбились мультфильмы Загребской школы. Именно они вдохновили хитрука на историю одного преступления. Другой важный фактор – уровень жизни. Появились библиотеки, дома культуры, количество мест в кинотеатрах было значительно расширено, а некоторые семьи могли позволить себе купить телевизор. Да, кроме двух с половиной каналов на нем ничего не было, но сам факт вещания давал возможность распространять мультфильмы. Шаги на ТВ были постепенные. Сперва украсть анимация интро, титры или сделать вставку. И пока проводилось внедрение, художники на студии создавали первые многосерийные мультфильмы, которые буквально захватили экраны в 70-е и 80-е годы. Приключения Мюнхгаузена, Кота Леопольда, Капитана Врунгеля. Наконец-то реализовалась идея о переходе персонажей из серии в серии. И во многом этому способствовал альманах «Веселая карусель». И передачи «Спокойной ночи», «В гостях у сказки» и «Будильник». Традиции менялись. Если раньше приоритет стоял за литературными канонами отечественных историй, вспомните, как часто экранизировали Корнея Чаковского или сказки, то теперь могли взять и зарубежную литературу по типу «Дома, который построил Джек» от небезызвестного Хржановского или Чиполлино Бориса Дежкина по сказке Джани Радари. Кстати, Чиполлино все еще единственная мультэкранизация. Надо сказать, перебоя с зарубежными сказками не было вообще. У советских мультфильмов был свой фонд типично диснеевских в кавычках историй. Своя русалочка, Золушка, Алиса в стране чудес, Красная шапочка, Дюймовочка, Кот в сапогах и прочее. В эти же годы достигается идеальный баланс между литературой, музыкой и анимацией. В щелкунчике, к примеру. Визуальные образы, яркие цвета, использование разных стилей для фона, рисунка первоплана идеально дополнили сказочность, заложенную в каноне Гоффмана и музыке Чайковского. При этом такие мультфильмы интересно смотреть было как взрослым, так и детям. В чем успех ну погоди? В том, что он предлагает простой конфликт Волк против Зайца, но делает его с гротеском, используя то, что до него все задвинули в дальний угол традицию цирка, клоунады, гега, чего-то из эпохи немого кино. Анимация начала создаваться не только в столице. Появились творческие объединения по всему Советскому Союзу. В Киеве, в Таллине, Ереване, Риге, Минске, Тбилиси и в десятках других городов. А за постановщиками закрепился свой уникальный стиль и понимание, что значит мультфильм. Роман Качанов, Юрий Норштейн, Давид Черкасский, Андрей Хржановский, Эдуард Назаров. 70-е и 80-е годы время гениев. Каждый год дебютировал кто-то, кто значительно отличался от своих коллег. Например, Давид Черкасский начал использовать элементы комикса, игрового кино, необычные ракурсы, перспективы. Остров сокровищ, доктор Айболит. И это во время застоя, который как будто бы обошел индустрию анимации стороной. То время нельзя назвать никак иначе, как взрыв. Причем во всех смыслах. Мультфильмы о спорте создавались и до, например, старые знакомые, шайбу-шайбу, но Олимпиада 80-го буквально дала новое дыхание. Даже казаки решили выиграть ее и поиграть в футбол с англичанами. Такие мультфильмы развлекали, воспитывали, подпитывали повестку партии. Спортивные достижения в Союзе были, ими нужно было гордиться, точно так же, как и первым человеком в космосе. Научная фантастика новый особый жанр. Тайна третьей планеты, космические пришельцы, возвращение, контакт. Мультфильм это и образование, потому он приобретает формат научпопа. В горе динозавров, речь идет о вымирании динозавров, причем главный посыл не научный, а морально-этический. Если относишься к своим обязанностям формально, жди беды. Рассказы старого моряка о быте в Антарктиде устройстве полярной станции, о Коля, Оле и Архимед, о в открытиях античного ученого. Короче, в жанровом разнообразии взрыв. В техническом тоже. Об этом уже было сказано несколько слов, но чтобы вы понимали масштаб. Выкрутасы. Фильм из проволоки, который взял награды в Каннах, Лос-Анджелесе и Шанхае. Брак. Работа из веревки. Добро пожаловать. Живопись по стеклу. Келле. Песок на стекле. Была даже компьютерная анимация. В кошечке изображение создавали с помощью вычислительной машины. БСМ. Игорь Ковалев и Александр Татарский с помощью 800 килограммов пластилина слепили никому непонятную сюрреалистичную пластилиновую ворону, которая через попадание в шоу Кинопанорама стала хитом, взяла 25 наград и сделала пластилиновую анимацию как никогда популярной. Бунтари в Ереване рисуют и лепят в психоделической манере. Ух ты, говорящую рыбу, в синем море, в белой пене. К слову, на художников оказывала влияние британская анимация, в частности, желтая субмарина по мотивам песен Битлз. Присутствие западной музыки на этом не ограничивалось. В сне технократа была музыкой Спинфлойд, а персонаж Контакта напевал заглавную тему Крестного Отца. Юрий Норштейн довел язык перекладывания изображения до Абсолюта. Он размещал фигуры на нескольких уровнях станка, потому его ежик легко перемещается в тумане. И все это время параллельно развивается кукольная и классическая анимация. Вообще, если вы хотите подробнее об этом периоде, о том, в чем особенности, как стилистические, так и на уровне смыслов у Хитрука, Черкасского, Качанова, Хржановского, Норштейна и других, то ставьте лайки, делитесь видео и пишите комментарии. И мы с вами обязательно сделаем вторую часть с подробным анализом, в котором к тому же поговорим, почему одни мультфильмы стали ночным кошмаром, а другие создали миф об СССР времен перестройки как красивую картинку. А пока последним рывком советских постановщиков перед 91-м стала, по иронии, первая независимая студия пилот Александра Татарского, Игоря Ковалева и Анатолия Прохорова. Перед Путчем они еще успели сделать несколько мультфильмов, например, «Его жена курица», но основное производство пришлось на 90-е. И хотя художники, постановщики, сценаристы, композиторы в эти годы это те же люди, что были в 70-х и 80-х, анимация уже не могла называться советской. Это было новое время для братьев-пилотов, незнайки на Луне и новых бременских. Советская анимация была разной. Взрослой, саркастичной, политической, агитационной, музыкальной, наивной, трогательной и очень смелой. Для большинства она стала хранительницей того времени. Того времени, когда любое препятствие можно было преодолеть, а в каждой сказке было что-то настоящее. Ее сила и красота заключается не только в художественном блеске, но и в способности преодолеть время. Это было крайне ностальгическое эссе, почти как «Мерцающий фонарь», лично для меня, который привел обратно к вневременному царству, где сердце не знает границ и магия анимации все еще продолжает жить. Субтитры создавал DimaTorzok